Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржакен. В начале выпуска коротко о главном. Заместитель премьер-министра Яралы Тухжанов побывал с рабочей поездкой в Карагандинской области. В центре внимания вопросы создания новых рабочих мест, развития малого и среднего бизнеса, подготовки кадров. Около полутора тысяч юных пациентов в год. Такое количество детей с ДЦП принимает реабилитационный центр «Щипагер», расположенный в Караганде. В Тимиртау вновь прошел республиканский турнир по волейболу, посвященный памяти полковника КНБ Жакана Медиубаева. В соревновании приняли участие команды ветеранов и молодежи. Заместитель премьер-министра Яралы Тухжанов побывал с рабочей поездкой в Карагандинской области. Он ознакомился с деятельностью ряда промышленных предприятий региона. В центре внимания вопросы создания новых рабочих мест, развития малого и среднего бизнеса, подготовки кадров. В Карагандинской области в структуре валового регионального продукта преобладающую долю занимает промышленность. По итогам первого квартала в регионе было произведено промышленной продукцией на сумму свыше одного триллиона тенге. Из этого объема около 80% приходится на обрабатывающую промышленность. В Тимиртау вице-премьер посетил компании «Имсталькон» и «Казарматура». Предприятия обеспечивают внутренний рынок отечественной продукцией. Наша компания находится на рынке более 60 лет. Оказываем строительно-монтажные услуги по всей территории Казахстана. Также производим металлоконструкции. В планах нашей компании расширение рынка, предоставление наших услуг. В компании трудится более 750 человек. Все это наше местное население, граждане Казахстана. Завод «Казарматура» производит оборудование для энергетики, добычи нефти и газа, металлургической и химической промышленности. Проект был реализован в рамках программы индустриально-инновационного развития Казахстана. Предприятие оснащено модернизированными производственными станками, которые обслуживают высококвалифицированные специалисты. На сегодняшний день работы 115 человек. Каждый имеет соцпакет. Планы на будущее. Мы планируем расширить модельную линейку производимой продукции и, соответственно, увеличить объем производства погоды. Как сообщили Яролы Токжанову, каждая из этих компаний повысила работникам заработную плату от 20 до 30%. Вице-премьер также побывал в Карагандинском высшем политехническом колледже. Заместителю премьер-министра рассказали о подготовке рабочих кадров совместно с социальными партнерами по дуальному обучению. Он ознакомился с деятельностью Центра компетенции «Жас Маман». На встрече с выпускниками колледжа обсуждались вопросы трудоустройства и молодежного предпринимательства. В ходе рабочей поездки Яролы Токжанову представили социальные инициативы по поддержке семей. В прошлом году в Тимиртау открылось детское частное учреждение «Академия маленьких талантов». Инициатором проекта выступила группа компании «Имсталькон». Это позволило решить проблему с нехваткой мест для дошкольников, а стоимость для родителей стала доступной благодаря госзаказу. Яролы Токжанов также встретился с многодетными матерями, занятыми в предпринимательстве. Женщины прошли обучение по программе «Бастау Бизнес», получили гранты и открыли свое дело. Предпринимательницы показали продукцию, которую изготавливают своими руками. Это кулинарные изделия, национальная одежда и многое другое. Активисты организации высказали свои предложения по совершенствованию программы. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В этот же день Яролы Токжанов провел в Караганде совещание по реализации программы повышения доходов населения. Оно прошло с участием представителей центральных государственных органов, институтов развития, крупных промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса. Программа прежде всего нацелена на повышение доходов населения и обеспечение продуктивной занятости. В целом в обрабатывающей промышленности будет реализовано 713 проектов с созданием более 126 тысяч новых рабочих мест. Вокруг 50 крупных предприятий будут создаваться пояса малого и среднего бизнеса. Это позволит увеличить доходы субъектов предпринимательства, получить гарантированный сбыт товара и повысить производительность. То, что делается, это непосредственно с предприятиями, с заводами ведем переговоры о том, чтобы посмотреть возможность повышения заработной платы. Здесь мы указали, здесь такая точечная работа ведется с каждым предприятием, особенно в частности с предприятиями, которые получают те и иные меры государственной поддержки. Мы с ними точно работаем и просим, как встречное обязательство, повысили заработную плату для населения, для сотрудников. В нынешнем году в республике планируется создать свыше 16 тысяч новых рабочих мест за счет реализации 165 инвестиционных проектов. Ожидается, что наибольший прирост занятости произойдет в Карагандинской, в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях. Также во время совещания был обсужден ряд региональных программ повышения доходов. Вокруг крупных компаний планируется создать пояс из 637 предприятий малого и среднего бизнеса. Так, при поддержке Арселор Митл Тиммертал были локализованы 27 предприятий, из которых занято порядка 2000 работников. Наиболее крупные из них это Крулс Мед, ТО, Водоканал Строй, Практика Т, сегодня вы видели им с Альтом Тиммертал. В прошлом году Арселор Митл заключил с этими предприятиями договора на поставку товаров, работы и услуг почти на 28 миллиардов тенгер. Это 15% больше по отношению к 2020 году. По итогам совещания вице-премьер дал ряд поручений. Необходимо определить индикаторы оценки влияния каждого крупного предприятия на повышение дохода населения региона. Будут введены стимулы для предприятий, производящих товары высокого передела и обеспечивающих импортозамещение. В свою очередь предприятия в ответ на господдержку должны взять встречные обязательства. Сегодня заслушали Министерство инновационного развития на примере томсекорганической области. Потому что здесь серьезный промышленный регион, где имеется серьезный потенциал. И наша задача была, первая, значит, за счет реального конкретного сектора создания рабочих мест. Второй, значит, за счет встречных обязательств создания дополнительных, это почти 2,8 миллионов по Казахстану задачи была поставлена. Поэтому мы сегодня через этот реальный сектор и развитие малого и среднего бизнеса на примере Карагандинской области это увидели. Вице-премьер подчеркнул, что реализация программы находится на постоянном контроле. Мониторинг в рамках проектного офиса будет проводиться ежемесячно. Андрей Тенн, Риман Дугалев, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Важный шаг на пути к демократизации. Так говорят эксперты о проведении референдума по изменениям в Конституции страны. 5 июня у каждого казахстанца появится возможность принять реальное участие в построении успешного будущего страны. Меньше месяца остается до проведения республиканского референдума. Рабочей группой подготовлены поправки в 33 статьи основного закона, то есть треть всей Конституции. Ученые Карагандинского университета имени академика Букетова считают, что инициатива народного выбора положительно повлияет на жизнь страны в дальнейшей перспективе. По многочисленным просьбам народа пройдет референдум по изменениям в Конституцию. Я думаю, это очень важное решение. Как специалист по Конституции могу сказать, что эта реформа поможет установить диалог между народом и властью. Я считаю, что через реформу мы сможем построить новый Казахстан. На голосование нужно пойти всем. Я поддерживаю данное решение. И, конечно же, я пойду на голосование. Это важно и для народа, и для власти. 5 июня на референдуме у каждого казахстанца появится возможность принять реальное участие в построении успешного будущего страны. Учитывая значимость предлагаемых преобразований, всенародное голосование – это правильное решение, которое изначально закрепляет демократический вектор в построении нового Казахстана. Каждый гражданин, кому не безразлична судьба страны, должен принять участие в референдуме и сделать свой выбор. В Карагандинской области стабильно развивается животноводство. Растет поголовье скота. В регионе увеличат и выращивание кормовых культур. Развитие кормопроизводства должно получить поддержку. Глава региона Женис Касымбек поручил решить вопрос субсидиями. Фермеры Карагандинской области готовят технику к заготовке кормов. По информации управления, будет задействовано около 30 тысяч машин и агрегатов. Отмечено, что в области стабильно растет производство мяса и молока. Фермеры пополняют поголовье скота, в том числе племенного. С начала этого года хозяйства получили кредитные средства на приобретение 438 голов крупного рогатого скота и 664 голов лошадей. Для развития животноводства необходимо создание прочной кормовой базы. Площади посева кормовых культур увеличиваются. В этом году будет засеяно 81,5 тысяч гектаров многолетними и однолетними травами, что больше уровня прошлого года почти на 9 тысяч гектар. Также увеличиваются посевы фуражных культур. В прошлом году в сфере животноводства реализовано два крупных проекта. Модернизирована птицефабрика агрофирмы «Курма» и построен племенной репродуктор. В этом году из девяти запланированных проектов два уже введены. Построена новая молочно-товарная ферма в Шетском районе и птицефабрика в Бухаржирауском. Из года в год наблюдается устойчивый рост производства сельхозхозяйственной продукции. Этому способствует государственная поддержка, в том числе в виде субсидий. Мы должны максимально использовать все возможности для развития животноводства. Необходимо своевременно подготовиться к кампании по заготовке кормов. Управлению сельского хозяйства своевременно с управлением финансов следует рассмотреть вопрос о выделении средств, на субсидирование затрат на корма для сельхозживотных. Что касается заготовки сена, то в этом году планируется заготовить 2250 тысяч тонн. И наибольший запас понадобится в Шетском районе – 402 тысячи тонны. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Сегодня в Карагандинской области стартовало единое национальное тестирование. Летнее ЕНТ позволит выпускникам школ принять участие в конкурсе на присуждение образовательных грантов, а также поступить в ВУЗы на платной основе. Единое национальное тестирование будет проводиться с 16 мая по 5 июля. Количество предметов остается прежним – три обязательных и два на выбор. В этом году для обеспечения информационной безопасности ЕНТ проводится по принципу один компьютер, две камеры, один тестируемый. Одна из главных новостей – абитуриенты получат две попытки для участия в конкурсе. Изменение профильных предметов будет запрещено. На ЕНТ могут принять участие выпускники этого года и прошлых лет, а также выпускники наших колледжей. Процедура ЕНТ проходит у нас в электронном формате с соблюдением всей современной системы прокторинга и видеонаблюдения. Тестирование у нас в нашей области проходит на базе трех региональных центров тестирования ТО и Юстади. В Караганде на улице Казахстанской 15А, в городе Балхаше улица Караминдзе-Би 17, и в городе Жизказган улица Байконурова 123А. В базу вопросов тестирования были введены контекстные текстовые задания по дисциплине «История Казахстана» с сохранением количества тестовых заданий без изменений. Так, например, из 15 вопросов 5 вопросов являются контекстными вопросами, то есть нужно прочитать текст и ответить по ним. Формат прохождения тестирования, количество предметов остается прежним, три обязательных и два профильных предмета. Время прохождения тестирования – 240 минут. Максимальное количество баллов, которые могут набрать участники ЕНТ – 140. Единое национальное тестирование стартовало 16 мая и продлится до 5 июля. Консультации по всем интересующим вопросам можно получить по номерам горячей линии, управления образованием. Службы горячей линии функционируют также во всех отделах образования. Александр Царикидзе, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Более двух тысяч молодых карагандинцев трудоустроят по программе «Жасыл-Ель». Открытие 18-го летнего трудового сезона планируется на 27 мая и пройдет в формате молодежной спартакиады. Об этом сообщили в областном управлении по вопросам молодежной политики. Единое национальное тестирование будет проводиться с 16 мая по 5 июля. Количество предметов остается прежним – 3 обязательных и 2 на выбор. В этом году для обеспечения информационной безопасности ЕНТ проводится по принципу «один компьютер, две камеры, один тестируемый». Одна из главных новостей – абитуриенты получат две попытки для участия в конкурсе. Изменение профильных предметов будет запрещено. На ЕНТ могут принять участие выпускники этого года и прошлых лет, а также выпускники наших колледжей. Процедура ЕНТ проходит у нас в электронном формате с соблюдением всей современной системы прокторинга и видеонаблюдения. Тестирование у нас в нашей области проходит на базе трех региональных центров тестирования – ТО и Юстади. В Караганде на улице Казахстанской – 15А, в городе Балхаше – улица Караминдзе-Би – 17, и в городе Жисказган – улица Байконурова – 123А. В базу вопросов тестирования были введены контекстные текстовые задания по дисциплине «История Казахстана» с сохранением количества тестовых заданий без изменений. Так, например, из 15 вопросов 5 вопросов являются контекстными вопросами, то есть нужно прочитать текст и ответить по ним. Формат прохождения тестирования – количество предметов остается прежним. Три обязательных и два профильных предмета. Время прохождения тестирования – 240 минут. Максимальное количество баллов, которые могут набрать участники ЕНТ – 140. Единое национальное тестирование стартовало 16 мая и продлится до 5 июля. Консультации по всем интересующим вопросам можно получить по номерам горячей линии управления образования. Службы горячей линии функционируют также во всех отделах образования. Александр Цирикидзе, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Около полутора тысяч юных пациентов в год. Такое количество детей с ДЦП принимает реабилитационный центр «Шипагер», расположенный в Караганде. Специалисты-реабилитологи подробно рассказали о работе центра. Реабилитационный центр «Шипагер» расположен в отдельном двухэтажном здании на территории детской больницы в Майкудуке. Здесь есть все необходимое для реабилитации детей с ДЦП, аппараты для светового и физиолечения, электросонотерапии, подъемники для маломобильных пациентов, бассейн, сенсорные комнаты и комфортабельные палаты. Центр работает по программе государственно-частного партнерства. Это значит, что проходить реабилитацию здесь будут бесплатно. У нас есть все для того, чтобы реабилитация проходила на должном уровне. У нас есть профильные специалисты – это врачи-невропатологи, реабилитолог. Также у нас есть врачи-травматолог, кардиолог. И есть специалисты-психологи, логопеды, инструкторы, ЛФК, массажисты, физиомедсестры. Айгуль Туганбекова – мама двух девочек. В Караганду из Жисказгана они приехали специально, чтобы посетить этот центр. Качество медицинской помощи Айгуль довольна. Результаты налицо. Все очень нравится, специалисты хорошие, с детьми ладят. Главное, детям нравится. Надеемся на лучшее. Пускай все детки, которые проходят здесь реабилитацию, уходят с улучшениями. Желаем всем процветания. И пускай будет здесь еще больше процедур. Надеемся на лучшее. И хотим еще раз, еще, еще больше сюда приезжать, пока окончательно девчонки мои не станут разговаривать. Направление на реабилитацию выдадут в поликлиниках по месту регистрации детей. Длительность лечения определит сложность заболевания. В среднем один курс занимает от 10 до 20 дней. Повторять его необходимо 2-3 раза в год. Медики отмечают, что с каждым годом вопросам реабилитации детей уделяется большое внимание. УЗКО проводит планомерную работу по обеспечению и по созданию реабилитационных центров. И поэтому в реабилитационном центре УМИД открылось отделение по работе с детьми с аутизмом и рас. В центре БАЛА также принимают детей и проводят их по инклюзивной программе. В нашем центре мы принимаем также детей со всей области. Подобные центры уже действуют в Жизкозгане и Тимиртау. Еще один подобный работает в Караганде. Всего в нашей области действуют 4 реабилитационных центра для детей с ДЦП и другими проблемами со здоровьем. Александр Церекидзе, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Тимиртау вновь прошел республиканский турнир по волейболу, посвященный памяти полковника КНБ Жакана Медиубаева. В соревновании приняли участие команды ветеранов и молодежи, в том числе от силовых структур из регионов Казахстана и Кыргызстана. В Тимиртау открыли мурал в память о полковнике Жакине Медиубаеве. Его портрет находится на фасаде здания спортивного комплекса «Митл». Автором работы стал художник Тимирлан Абенов. На открытии мурала присутствовали государственные служащие, представители ДКНБ и родственники Жакена Медиубаева. От всей души поздравляем от коллег, от ветеранов, от земляков, от сегодняшним историческим событием. Мурал, который вдохновляет именно наши традиции. Мы под эгидой Харашанрата по Тараганде, Тимиртау, такие муралы сейчас возобновляем. И новые традиции, поэтому я от всей души поздравляю. И думаю, турнир в памяти нашего полковника, 25-й международный турнир, с участием 20 команд пройдет на достойном уровне и победит сильнейший. Это значимое событие приурочено к 25-му международному волейбольному турниру. Соревнование впервые прошло в 1997 году. Оно посвящено памяти легендарного человека, полковника Комитета национальной безопасности Жакана Медиубаева, который 25 лет честно и добросовестно служил на благо Родине и при этом уделял большое внимание популяризации физической культуры и спорта, особенно волейбола. На торжественной церемонии открытия присутствовал глава области Женис Касымбек. Сегодня мы принимаем гостей из других регионов нашей большой страны, международных гостей. Такие соревнования играют важным в развитии массовой физической культуры, правильным пониманием здорового образа жизни, содействуют мужским отношениям между регионами и странами. Хочу сегодня всем участникам этого турнира пожелать успехов, крепкого здоровья. Спасибо большое за участие. По итогам двухдневных соревнований среди ветеранов победителем стала команда «Номад» из Акмолинской области. На втором месте «Ушкын» из Кокшетау. И замыкает тройку лидеров команда столичного департамента КНБ. Среди молодежи на первом месте «Кокшетауский Ушкын». На втором – Алматинская пограничная академия. На третьем – команда «Арселор Миттл Тимиртау». Команды победителей награждены кубками, медалями, ценными призами. Александр Цирикидзе, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев. Первый Крагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649. Полный выпуск новостей вы можете посмотреть на официальном сайте канала в социальных сетях. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!